Добрый день, друзья! С вами Федерация Судебных Экспертов. И сегодня мы будем говорить с вами о такой интересной, злободневной теме, как оспаривание или обжалование заключения судебных экспертов. Однако в этот раз не будет никакой воды. Сегодня мы поговорим о новом механизме, о новом инструменте по оспариванию заключения экспертов через нарушение правил ведения кассовых операций на экспертном предприятии, в экспертном учреждении. Итак, со мной Анна Николаевна Гараба, заместитель по экономическим вопросам Федерации Судебных Экспертов. И мы сегодня будем докладывать вам этот вопрос вместе. Итак, совсем недавно, по сведениям наших клиентов, две экспертизы, судебных экспертизы, были оспорены, конечно же, не наших судебных экспертиз, были оспорены судом исключительно на формальных, по формальным основаниям, по факту нарушения экспертными организациями кассовой дисциплины. Анна Николаевна расскажет, какие виды нарушений кассовой дисциплины присутствуют в работе экспертных организаций, упомянет эти два случая, и мы по полочкам разберем эту технологию, этот механизм оспариваем. Итак. Ну, во-первых, здесь особо даже говорить не о чем. Все мы с вами живем в одной стране, у нас объединяет один рынок, в том числе и экспертный. Первым делом, что у нас является основанием для проведения экспертизы? Мы сейчас говорим с вами не о судебной экспертизе, а о внесудебном исследовании, то есть экспертиза, назначенная не судом, не правоохранительными органами, не нотариусом, а именно по договору, когда вы приходите как заказчик и обращаетесь в экспертную организацию для проведения досудебного экспертного исследования. Что же у нас должно с вами связывать? Именно какие правоотношения? Первым делом это у нас договор. В договоре должно быть прописано, как обычно, согласно гражданскому законодательству, предмет договора, то есть экспертные исследования в области такой-то, 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 вопросы, организация, исполнитель, стоимость, сроки и, соответственно, естественно, в обязательном порядке в договоре должны быть указаны реквизиты исполнителя, экспертной организации, то есть ИНН, КПП, юридический, фактический адрес, расчетный счет, лицевой счет и так далее. Что же у нас дальше происходит? Когда вы подписываете договор, производите оплату, как правило, оплату берут стопроцентную, предоплату до получения экспертного заключения. Вам выставляется счет. На основании счета вы можете проплатить как на расчетный счет экспертной организации, со своего расчетного счета, если вы юридическое лицо, либо, как физическое лицо, вы оплачиваете в кассу экспертной организации. И тут-то вы лазите. Вот тут вы попадаете на риски. Какие же у нас тут риски? Как правило, у нас экспертная организация сейчас развелась очень-очень-очень много. Проверить вы их на количество штатных экспертов вы никаким образом не можете. На вшивость. Да, никаким образом не можете. Поэтому, как правило, когда вы приходите и расплачиваетесь наличными в организацию за проведение экспертизы, вы получаете один из следующих документов. Вариант нелегального документа. Приходный кассовый ордер. Выглядит он примерно таким вот образом. Вот так вот. Квитанция. Просто квитанция. Которая пришивается, приклеивается, пробивается к договору. Да, она просто продается на любом рынке. Пустые его проставляют. Экспертная организация проставляет печати. Сумму прописывает. Номер договора. Любой какой придумывается. Ну, все. Больше ничего. Вам выдали. Второй документ. Это акт приема передачи денежных средств. Выглядит он, в принципе, ну, как обыкновенный листочек. На нем написано акт приема передачи денежных средств. Указано, такой-то, такой-то, Иван Иванович Иванов передал организации экспертной. Оно, ООО, неважно. Такую-то, такую-то сумму денег. Печаль, все. Третий документ. Это совсем для безбашенных экспертов. Это расписка. Выглядит она, как простой листочек, заполненный чуть ли не от руки. Я товарищ такой-то. Представляю интересы организации такой-то. Взял с вас 10 рублей. Там 10 тысяч рублей. Завтра день такой-то экспертиз. Все эти три обозначенных варианта приема-передачи денежных средств незаконны. Четвертый вариант, конечно же, это... Совсем интересный. Четвертый вариант, это кассовые чеки, которые кассовыми чеками не являются. Однако по виду, по форме они полностью соответствуют официальным кассовым чекам. Примерно так они выглядят, как традиционные, всем ясно, понятные. Которые вы получаете при любой сделке, при покупая булку в магазине, покупая велосипед, неважно. То есть на этом чеке, в отличие от официальных чеков, не будет квадратика со скрином, как он называется. Я точно, номинар не помню. То есть вот этот скрининговый квадратик для определения, для его идентификации. Разница вот такая. И чем же они отличаются? Вот такой вот, якобы чек, он печатается на обычный, так сказать, чекопечатающей машинке. Которые стоят у нас сколько? Может 5 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, которые... Вот, итак, мы перечислили 4 варианта фальшивых, ну то есть незаконных варианта оплаты... Принятия оплаты. Принятия оплаты за экспертные услуги. Я еще раз их повторю. Расписка, акт приема и передачи, приходный кассовый ордер и чекопечатающей машинке. 4 варианта обмана, введения в заблуждение граждан ваших плательщиков по договорам или по судебным даже экспертизам. То есть есть люди, которые принимают деньги и по судебным экспертизам через вот такие вот, вот такого вот рода документы. Я понимаю, что адвокаты и юристы развлекаются, принимая все буквально денежные средства, вот таким вот неприглядным образом. Но нас не интересуют юристы, адвокаты. Свои, скажем так, органы управления, вопросы, мы не будем в этом влезать. В нашем случае, вот эти два показательных случая, когда люди использовали в одном случае приходный кассовый ордер, во втором случае чек, напечатанный на чекопечатающей машинке, в обоих случаях суд отменил экспертизу по формальным основаниям. В принципе, не вчитываясь в тело исследования. То есть суд посчитал, что организация, которая выполняет экспертизы, изначально нарушает законодательство Российской Федерации. Расчет на кассовых операциях. Расчет на кассовых операциях. Нарушает кодекс об административных правонарушениях. И исходя из этих документов, она является обезличенной. То есть установить под данным платежным документом организацию исполнителя данной экспертизы невозможно. Мало того, суд не может, не имеет возможности определить реально, какие денежные средства эта организация получила. Может быть, вместо 15 тысяч было заплачено 150 тысяч, а может быть миллион. А может быть, вместо 150 было 3 рубля заплачено. А может, нисколько не было заплачено. Может, все это было бесплатно. Да. Поэтому по этим формальным основаниям экспертизы в России стали оспариваться. Поэтому, друзья мои, вот эта новационная вещь очень поможет юристам, адвокатам, в руки которых попали сомнительного рода экспертизы. Вещь и инструмент, который поможет вам оспаривать экспертизы в будущее. То есть можно не разбираться в методиках проведения судебной экспертизы. Можно просто по формальным основаниям эту экспертизу оспорить. К сожалению, мы не в состоянии, не в праве озвучивать наименование экспертов и организаций, которые попали под эту раздачу по морально-этическим основаниям. Ну, это, скажем так, вопрос про гражданин в органах не наш. Да, это не наш вопрос, поэтому мы их называть не будем. После небольшого перерыва мы покажем вам построчно на экране компьютера, как проверять легальность кассовых чеков. Как выглядит данный чек и как его можно проверить в настоящий момент. Все кассовые операции отражаются в налоговой инспекции. И через сайт налоговой инспекции можно проверить легальность и обоснованность принятия с вас денежных средств. И вообще, в принципе, подлинность самого чека, выбитого вам. Друзья мои, смотрите, еще обращаю ваше внимание, что сервисов по проверке кассовых чеков на легальность очень много. Сайт налог.ру, он абсолютно неадекватен. Найти строчку, где можно проверить чек, вы практически не сможете. То есть, потратите очень много денег. Поэтому, не денег, а времени. Поэтому мы дадим вам ссылочку на адекватный сервис, через который можно, вбив всего лишь три позиции кассового чека, три нижних позиции кассового чека, проверить его адекватность, либо неадекватность. В принципе, я сейчас не говорю о том, что эта чекопечатающая машинка никак не проверяется. Потому что эта чекопечатающая машинка основной свойства... Ну, ничего не проверяется, кроме как кассовый чек. Выбитый на действительно расчет на кассовый адекватность. Поэтому, друзья, следите за нашим видео. Итак, мы находимся на сайте. И нам требуется забить всего лишь три строчки. Первая строчка называется ФН Переводится как ФИСКАЛЬНЫЙ НОМЕР Вторая строчка ФД Переводится как НОМЕР ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТА И третья строчка ФПД Это ФИСКАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ДОКУМЕНТА Все, три строчки. Это нам ровно две минуты на вбивание. Я забиваю данные реального кассового чека. Все эти три строчки находятся в любом кассовом чеке на трех последних строках. Вуаля! Чек найден. Платеж произведен правильно. Платеж официальный. Все, друзья. До новых встреч.